Приветствую вас. Вы знаете, я не очень понял смысл вашего текста и не очень понял вопрос. То есть вы пишите, у меня проблема, не могу разобраться. Проблема в чем? С молодым человеком пишите вы уже 6 лет. Что нас объединяет, Кристина, с молодым человеком? Что между вами общего, между вами и молодым человеком? Что вас связывает с молодым человеком? Как вы познакомились? Как вы стали встречаться? Почему за 6 лет вы не создали семью? Это не обвинение в вашей области. Это просто вопросы. Это просто вопросы, которые нужны, которые нужно определить, на которые нужно ответить, чтобы понимать какова природа ваших отношений. Пока я не понимаю природу ваших отношений. Он постоянно говорит, что я ничего не делаю. Он говорит это постоянно 6 лет? Или он говорит это постоянно последние 2 года? Живу как овощ. Ничего не хочу. Неправильно мыслю. И то, что я зарабатываю мало денег. И не хочу никоим образом это менять. Вы знаете, вы дальше пишите, что мужчина на работе поднялся на своей. Ну вот, дальше вы описываете этот объект. Смотрите, мне известно, мне известно, что есть такие люди, которые используют друг друга, Иногда даже сами этого не осознавая. Иногда даже сами этого не понимая. Вот. Для того, чтобы поднять. Но, они делают это, потому что, как правило, им проводят. То есть, например, вы позволяете своему мужчине так себя с вами вести. Допустим. Почему вы позволяете так себя с вами вести? Это уже детали. Это уже детали. Так это уже детали. Почему вы позволяете? Но позволяете, и он за счет вас, да? Он за счет вас поднимается. Я имею в виду мужчина за вашу поднимается. Это значит, что вы ведете себя, ну, таким вот, соответствующим образом. Ну, может быть, не всегда вы ведете себя так специально, да? Вот. Ну, я полагаю, что есть в вашем поведении что-то, что, ну, скажем так, провоцирует мужчину на такое отношение к вам. Вот. Поэтому, вот, знаете как, в психологии я бы назвал это поведение, да, таким донорским. Когда человек, как бы, напитывает своего партнера. Вот. И мне кажется, что здесь, вот, очень важный такой момент. Ну, именно важный момент для вас. Да, то есть, вот, как это началось, когда это началось, значит, соответственно, сколько времени назад это началось, ну, такое вот его поведение, да? И так далее. Вот. То есть, это, мне кажется, нужно обязательно разобрать. Мне это, кажется, нужно обязательно рассмотреть. Вот. Потому что это не случайно. Вот. Ну, то, что вы, он говорит вам, да, это его мнение, а что думаете, что думаете вы? По факту. Вот. То есть, что вы считаете на самом деле? Понимаете, вот, как, как вы считаете в этой ситуации? То есть, вы считаете, что мужчина, там, не знаю, прав, например. Вы считаете, что вот так все должно быть? Или как? Ну, по факту. Что происходит? Дальше. Так. Это не так в нашем городе не так просто найти высокооплачиваемую работу. То есть, здесь вы обрадуетесь уже, как бы, перед нами. Да? Вы обрадуетесь перед нами. Что вот, работу найти тяжело. Дело не в том, высокооплачиваемая работа или нет. Дело немножко в другом. Дело в том, что вы делаете. Дело в том, как вы делаете. Дело в том, чем вы занимаетесь. Дело в том, как вы организуете свою деятельность. Да? Вот. И так далее. Вот, что важно. Действительно важно. Понимаете? Вот. А не то, вы на высокооплачиваемой работе вы работаете или нет. Понимаете, какая, какая, какой, какой момент. Где? Поэтому, я думаю, я думаю, что ваш ориентир здесь, он, ну, не совсем такой адекватный, не совсем актуальный. Вот. Потому что, выникает вопрос, для чего вы работаете. Ну, вообще. Дальше. Так, он поднялся на работе и теперь всегда упрекает моей работе. И то, что он тратит только на меня деньги. А отдачи никакой нет. Ну, опять же. Не совсем понятно. Он всегда таким был? Или он изменился, скажем, ну, вот, после того, как поднялся на работе? Он изменился, да? Вот. То, вполне возможно, что ваши отношения, они не совсем, скажем так, ну, искренние, да? Вот. Вот. Если можно так выразиться. Вот. Понимаете? То есть, можно сказать, что если в отношениях стало много финансовой стороны, да? то есть, упреков каких-то, вот эта вся история. Вот. То, вполне возможно, что человек просто к вам, ну, не так уж искренне относится. Вот. Потому что отдача, не должна быть отдача. То есть, она может быть, она может не быть. Это зависит от самого человека. То есть, хочет, даёт отдачу. Не хочет, не даёт отдачи. Вот. Всё на самом деле здесь весьма просто. Дальше идём. Так. Всегда обзывают меня. Так. Всегда обзывают меня. Как обзывают? Почему обзывают? А вы позволяете ему себя обзывать? Вот. Или как? Когда оно это происходило? Ну, то есть, когда оно происходит, что он нас отзывает? Знаете? То есть, вот мне кажется, что тут вот нужно всё-таки смотреть. Знаете? Смотреть на то, что принято в ваших отношениях. Да? А что нет. Что позволено в ваших отношениях. А что нет. Понимаете? Какая история. Потому что, ну, вот так он вас обзывает. Да. Но если так изначально в отношениях было, если вы изначально не позволяли ему это делать. Что, как правильно сказал мой коллега, так а что изменилось сейчас? Вот. Ну, сейчас конкретно что поменялось? Вам надоело? Вас там напрыгает? Или что? Понимаете, да, о чём идет речь? Я надеюсь. Дальше. Так, я его очень люблю, но он говорит, что я самостанавливаю разрушаю, когда хочет уйти от меня. Но я лично вижу в этом манипуляцию. Что этот мужчина манипулирует вами. Вот. Манипулирует именно вот этой вот возможности, что он от вас уйдет. Вот. И здесь опять же очень важный момент. А насколько оправданы его манипуляции? Я имею в виду, насколько он уверен в том, что его манипуляции, грубо говоря, ну, достигнут своей цели. То есть вряд ли мужчина будет манипулировать просто так. Вряд ли мужчина будет манипулировать вот, ну, просто. Манипулирует, потому что знает, что это эффективно. А почему? Почему он знает, что это эффективно? Почему он знает, что на вас, да, на вас, это сработает, например. Он же уверен в этом, получается, да? В том, что это сработает. Дальше, значит, так. Он говорит тебе сама все разрушаю. А здесь у нас идет психологическая игра все из-за тебя. Вот. Я думаю, что это перенос ответственности. Вот. Ну, такой, изначальный перенос ответственности, скажем так. Вот. А я думаю, что связано это, в первую очередь, с тем, что вы изначально не совсем верно выстроили личные границы с мужчиной, да? То есть, как бы, не определили ответственность. Ну, границы ответственности вы определили не совсем верно. Вот. Потому что, все-таки, все-таки, если бы вы сразу пояснили мужчине, да, что можно, что нельзя, что вы приемлете для себя, да, что вы не приемлете. Ну, вот. То, я думаю, что таких бы ситуаций не было бы. А так, получается, что вы это не сделали. А не сделать вы это могли только при, ну, только в том случае, да, если вы были чересчур заинтересованы в отношениях с ним. Вот, чересчур прямо заинтересованы. Чересчур зависимы были, были от мужчины. Вот. Понимаете? Потому что, ну, личные границы, да, это, в общем-то, признак уверенности, уверенности в себе. Вот. А у вас, получается, этой уверенности в себе нет. Нет. Вот. Ну и, видимо, в поддержке, в поддержке других людей, вы свою нуждаемость, да, вот, ну, то, что вы нуждаетесь в поддержке, вы не показываете. То есть, кроме, кроме, ну, кроме, кроме, грубо говоря, мужа, да, вот, у вас, возможно, больше нет никого, к кому бы вы могли обратиться за, с помощью, допустим. Вот. Понимаете? Какая ссора. И, мне кажется, что это, ну, тоже показатель. Мужчина знает, что вы, что вы в нем нуждаетесь, мужчина знает, что вы испытываете в нем отрывность большую. И, поэтому, так себя ведет, ну, мне кажется. Вот. Понимаете? Какой, какой момент. Вот. Так что, я думаю, я думаю, что здесь такая история. Спросил меня же, за что он должен меня любить. Ну, здесь, понимаете, опять же, если мужчина изначально так себя вел, просто изначально, то у меня вопрос тогда к вам. Просто, да, так, а что для вас нового в таком случае? То есть, вряд ли вас, ну, должно удивлять его такое вот поведение, да. Потому что, если мужчина вел себя так всегда, то я не думаю, ну, я не думаю, что вы ожидаете от него каких-то перемен, или что для вас, скажем, ну, что для вас новость, что он вот так себя ведет. Вот. Вы же это, как будто бы, знаете, вы это позиционируетесь так, как будто это что-то очень необычное. Вот. Вообще, у меня сложилось впечатление, что вы жалуетесь на человека. То есть, просто вот, ну, как бы, жалуетесь на него. Вот. Я понимаю, что вам неприятно. Я понимаю. Но это ваш выбор. И, как и любой выбор, да, он должен быть чем-то обусловлен. То есть, предположим, что вам, ну, в определенный момент времени, да, мужчина нравился во всем, во всем он вас устраивал. Вот. Предположим. А потом перестал. Вот. Ну, это бывает. Вообще-то говоря, да, это нормально. Такое, в общем, вполне часто случается. Люди меняются. Очень важно другое. Понимаете? Важно другой аспект. Важный аспект того, как конкретно вы, да, как конкретно вы, ну, грубо говоря, воспринимаете поведение человека. Вот. Вот именно конкретно его изменения. Я думаю, что люди любят просто друг друга, а не потому что должен. Да, это правда. И это говорит о том, что ваш мужчина вас не любит. Такой любовью. И что дальше? Что вы будете с этим делать дальше? Вот. Ответ на этот вопрос вам нужно найти. Ну, например, вместе с психологом. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.